Мы с вами начинаем вебинар, посвященный новым возможностям UDS. Это искусственный интеллект, UDS-AE. В начале июля, если вы помните, на масштабном нашем UDS-Day, который был посвящен десятилетию компании, мы презентовали UDS-AE как новое направление действий нашей компании. Мы внутри нашей команды разработки собрали новую команду, которая будет заниматься исключительно вопросами искусственного интеллекта. Эта команда направлена на то, чтобы усилить UDS, чтобы еще больше упростить рутину предпринимателя, чтобы прежде всего прямо сейчас уменьшить затраты предпринимателя, например, на услуги копирайтера, потому что по опыту работы в полях видно, с каким скрипом и болью идет предприниматель составление текста. Обязательно нужно позвать какую-нибудь девочку-сммщицу, которая будет писать все эти посты, поздравления с днем рождения, описание товаров и так далее. Мы очень сильно хотим упростить жизнь предпринимателя, чтобы забрать сначала вопросы с текстами, а потом и другие вопросы, например, вопросы в перспективе, может быть, настройки консолей или, например, даже составление какой-нибудь маркетинговой стратегии. Идеи очень много, мы чуть позже о них поговорим вместе с вами. Почему вообще мы в это направление пошли? В мире сейчас это тренд, это хайп, вопрос искусственного интеллекта поднимается везде. И на самом деле, к большому счету, огромное количество инструментов появилось, в том числе бесплатно. Если вы чуть буглите и почитаете новости, каждый день выходят бесплатные какие-нибудь телеграм-боты или сервисы, которые позволяют бесплатно при помощи искусственного интеллекта генерировать тексты. И действительно, на дне рождения компании в Москве в августе мы пообщались с некоторыми партнерами, которые используют уже прямо сейчас чат GPT для того, чтобы писать какие-то посты, чтобы генерировать, например, даже маркетинговую стратегию для компании, генерируют картинки для товаров, например, при помощи искусственного интеллекта. Все эти инструменты есть, все эти инструменты доступны. Почему UDS-AE, почему мы в эту сторону пошли? У UDS-AE есть принципиальное отличие. Мы помогаем предпринимателям прямо сейчас, которые просто не разбираются в генеративных, не ростевых моделях прямо сейчас, в спецификах использования. По сути, любому предпринимателю мы даем возможность просто и быстро начать использовать вот эти современные технологии и инструменты. Принципиальное отличие в чем? То, что если искусственный интеллект – это какой-то собеседник, который отвечает на любой вопрос, но отвечает правильно, если вы умеете этот вопрос правильно задать. В нашем случае это такая адресная история. Мы не просто даем какого-то собеседника вам, а мы вот в конкретный инструмент прямо сейчас, инструмент прайса товара, инструмент новостей, мы встраиваем кнопочку, встраиваем возможность сгенерировать конкретное описание того, конкретное описание акции. И у нас внутри заточена логика на то, чтобы получилось именно то, что вам нужно. Причем вторая особенность нашего искусственного интеллекта в том, что у него есть контекст. Если вы просто общаетесь с каким-то случайным чат GPT и пытаетесь при помощи него решить вопросы, связанные с UDS, то он не знает, по большому счету, что у вас за компания, чем вы занимаетесь, какие у вас настройки, бонусные программы. Он не знает, как малый бизнес работает с UDS, например. В нашем случае UDS-AI – это инструмент, у которого за плечами стоит 10-летний опыт работы с предпринимателями, работы с малым бизнесом. Этот инструмент знает, что у вас за компания, этот инструмент знает, какие у него настройки, какая клиентская база. Пока не все эти возможности мы используем, уже прямо сейчас, когда вы создаете запрос на генерацию товара, новости или поздравления, чат GPT, не чат GPT, а наш UDS-AI генерирует генерирует запрос непосредственно для вашей компании. На самом деле, обладание вот этим контекстом и 10-летним опытом открывает очень большие возможности, и на будущее у нас есть планы, мы чуть позже об этом тоже поговорим. Так вот, мы анонсировали функционал и показали его в начале июля, и вот уже сейчас, в конце августа, мы этот функционал открыли для всех предпринимателей на тарифе PRO по всему миру, UDS-AI сейчас работает на всех языках. Вот мы видим, что плюсики уже поставили люди, которые использовали, может быть, к нам подключились новые люди, которые использовали уже UDS-AI, тоже напишите, пожалуйста. Плюсики напишите, как вы это использовали. Конечно, вы можете уже сейчас задавать какие-то вопросы о функционале UDS-AI, и, конечно, чуть позже я на все ваши вопросы отвечу. Немножко статистики. За все это время, по сути, с конца августа, 5 684 запроса было у нашего UDS-AI, то есть 5 684 текста сгенерировал наш искусственный интеллект. Надеюсь, что предпринимателям, которые это попробовали, все понравилось, это решил их действительно запросы какие-то. Как сегодня я предлагаю построить этот вебинар? Прямо сейчас мы с вами откроем консоль предпринимателя. Мы с вами еще раз пройдемся по всем кнопочкам, понажимаем на них, разберемся, как это работает. Наверное, это будет полезно для тех, кто еще не использовал UDS-AI. Попутно, если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы их обязательно пишите, и мы на них все ответим. Чуть позже я расскажу о том, какие у нас планы ближайшие по развитию, куда эта история вообще вся двигается. Поэтому давайте начнем. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. А почему звук не работает, пишет Александр Куимов. Я надеюсь, что все-таки работает. Напишите, пожалуйста, другие слышат меня или нет. Все хорошо? Так, работает. Хорошо. Все супер. Давайте, Алексей, попробуйте призагрузить браузер, но мы пока пойдем дальше. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Итак, я показываю прямо сейчас свой экран. Я надеюсь, что вы видите то, что я сейчас показываю. В июле я рассказывал о том, что я открыл летнее кафе. Сейчас у меня уже есть второе кафе, Баухаус в Казани. Но показывать UDS-AI я буду на примере вот самого кафе «Штабик», который закроется, к сожалению, в конце сентября, потому что это сезонный бизнес. Но, в общем-то, это не мешает нам прямо сейчас поиграться с описаниями товаров, описаниями текстов и вместе с вами попробовать посмотреть, как это работает. Так, вернусь и посмотрю, все ли хорошо. Видно ли мой экран? Видно? Отлично. Супер. Буду периодически возвращаться сюда и читать ваши вопросы. Мы сейчас с вами пройдемся по всему функционалу UDS-AI, который прямо сейчас доступен. Прежде всего, это товары. Наверное, это функционал, по которому мы получили максимальное количество положительной обратной связи, потому что, в общем-то, предприниматель может сфотографировать и описать, из чего состоит товар, но не всегда предприниматель может это правильно продать. Как работает функционал UDS-AI, применительно к товарам? У нас всегда есть название, всегда есть картинка, но не всегда мы понимаем, как мы хотим, как мы можем это, какое описание, в общем-то, сюда нужно создать. Мы можем по-прежнему придумать описание самостоятельно, написать 5000 символов, нанять для этого человека. Мы знаем, что у предпринимателя, в общем-то, нет времени заполнять описание товаров самостоятельно. Можем воспользоваться новой функцией. У нас нажимается кнопочка «Создать текст UDS-AI» и открывается окошко. В этом окошке у нас есть важная информация. Это количество запросов и, в общем-то, сам по себе текст для генерации. Отвечая на вопрос про запросы, он нам задавался и в техническую поддержку, он задавался партнерами в соцсетях и про него уже сейчас спросили на вебинаре. Прямо сейчас всем предпринимателям доступно 100 запросов в месяц. 100 запросов в месяц вы можете использовать для всех видов запросов, для товаров, для новостей, для генерации поздравлений с днем рождения или автоответов на отзывы. Понятно, что автоответы на отзывы и поздравления с днем рождения – это какая-то разовая история. Мы это настроили и в ближайший месяц-два не будем, наверное, менять эти тексты. Но в случае с товарами и новостями, тут, в общем-то, закономерный вопрос был у наших партнеров. Почему так мало? Кто-то написал, почему так много, но в основном люди спрашивают, почему так мало? У меня-то вообще-то 3000 товаров, можно всего лишь 100 запросов сделать. Изначально, открою секрет, мы планировали дать 15 запросов, потом мы поняли, что мы можем дать 100. Почему так? Потому что у этого продукта внутри UDS есть тоже своя экономика, мы несем определенные затраты при генерации текстов, и мы очень осторожно раскатываем этот функционал, потому что мы не хотим, чтобы это привело к удорожанию продукта. Мы хотим, чтобы UDS продолжал оставаться доступным. И сейчас мы внимательно смотрим, сколько запросов в месяц будут делать предприниматели, мы будем внимательно смотреть, какие затраты мы несем. И если мы очень на это надеемся, по экономике все будет биться, мы постепенно будем увеличивать количество запросов, чтобы предприниматели смогли покрыть все свои потребности. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь использовать. Если мы увидим, что много предпринимателей действительно все свои лимиты быстро месячные заполняют, то, наверное, мы расширим по возможности этот лимит. Ну и, конечно, мы рассматриваем историю с тем, что если вдруг экономика не будет биться, мы будем давать возможность за дополнительную плату расширять количество лимитов в месяц. А пока лимитов 100, пожалуйста, используйте, не стесняйтесь. Будем рады, если это будет приносить пользу. Теперь давайте писать текст. У нас вот есть товар, который называется «Креветки том-ям». И здесь у нас написано «Напишите пару слов о вашем товаре». Наверное, это лукавство, что мы просим всего лишь пару слов. К сожалению, искусственный интеллект мало что знает о вашем товаре на самом деле. Он умеет писать очень хорошо тексты. Даже если вы ему мало что расскажете, он, в общем-то, напишет много всего. Но, возможно, это будет не совсем про ваш товар. И мы тоже получали запросы в техническую поддержку, обратную связь, что вот, в общем-то, я написал запрос, а это было вообще не про мой товар и не про мою компанию. Так, конечно, ведь вы знаете эту золотую фразу, каков вопрос, таков ответ. Нам очень важно искусственному интеллекту, может быть, криво и косо, но, по крайней мере, довольно подробно рассказать, что мы от него хотим. Если мы хотим, чтобы в тексте были отражены определенный факт, определенные черты, мы должны об этом тоже написать. Давайте подумаем, что нам важно написать про креветки том-як. Наверное, нам важно написать, что это креветки и в сочной панировке подаются с кинзой и ароматным соусом. Давайте ароматным не будем, это все-таки такое клише. Пусть эту работу делает за нас искусственный интеллект. С кинзой и соусом том-як. В принципе, если это кафе, мы можем написать сразу, с чем мы хотим, чтобы клиенты это покупали. Рекомендуем брать с охлаждающими напитками, лимонадами, например. С охлаждающими лимонадами. Вы можете плохо, в общем-то, писать тексты, но, наверное, вы знаете свой продукт, если это ваш бизнес. И вы можете дать требования искусственному интеллекту, чтобы он сгенерировал текст, который вам нужен. Давайте попробуем вот с таким запросом, с таким промутом сгенерировать текст. Что нам скажет искусственный интеллект? Представляем вашему вниманию нашу уникальную закуску креветки том-як. Эти креветки обжарены золотистой панировкой, по радостному нежному вкусу, посящей текстурой. Подаются с свежей кинзой, которая добавляет яркость и аромата, оригинальным соусом том-як. И в конце он, получается, расширил мою мысль о том, что надо брать лимонады. Я хочу допродавать лимонады. У меня есть конкретные задачи бизнеса. И, в общем-то, здесь искусственный интеллект помогает мне допродавать лимонады. Для полного наслада вкусом рекомендуем сочетать креветки с охлаждающими лимонадами. Заметьте, что все-таки здесь какие-то периодические искусственный интеллект добавляют вещи, типа попробуйте погрузить в мир восточной кухни. Может быть, кухня у меня не восточная. Поэтому мы рекомендуем все-таки брать вот этот вот текст, который искусственный интеллект сформулировал для вас, и отдельные какие-то слова заменять. Это нормально в целом, потому что искусственный интеллект сделал за вас самое сложное. Он вот эту вот грамотную и сочную массу текста написал. И теперь мы берем и проверяем, это нормально проверяем, что нам написал искусственный интеллект, заменяем отдельные какие-то слова. В мир паназиатской кухни. Вот это уже больше, наверное, про то, что мне нужно. В целом, я считаю, что этот вариант работы, он, наверное, самый правильный. То есть мы знаем наш продукт, мы знаем, как и с чем мы хотим его продавать. Мы пишем искусственную интеллекту, конкретное ТЗ. Может быть, криво, косо, некрасиво, но перечисляем конкретно и по факту, что мы хотим от него получить и получаем от него большой, грамотный и продающий текст. Наверное, у вас появились вопросы по генерации текста. Давайте я вернусь сейчас к чату и почитаю, что вы написали. Все понятно вообще в целом. Как вам? У нас 8-7 участников сейчас. Так. Есть ли мануал? Возможно вернуть с мобильной версии отправления пушек. Так, к этим вопросам тоже мы чуть позже вернемся. По текущему функционалу я вопросов пока не вижу. Пожалуйста, пишите. Будет ли запись? Да, понятно. Хорошо. По товарам, по тексту для товаров. Есть ли какие-то еще вопросы? Я прошу прям вот эту мысль зафиксировать, что, пожалуйста, не стесняйтесь писать подобно. В этом нет сложности, потому что лично у меня, например, всегда меня отпугивает именно необходимость писать красивый текст. Надо просто по факту перечислить, что мы хотим от конкретного текста. Аналогично мы с вами можем перейти в раздел новости и создать какой-нибудь текст для новости. Вот у меня, например, проблема сейчас в том, чтобы рассказать свою аудиторию, что мое кафе «Штабик» закрывается на зимний период. «Штабик» закрывается. Пусть будет такой грустный текст. И вот сейчас я хочу создать об этом тоже какую-то новость. Вот смотрим мы с разработчиками, как пользуются сейчас созданием текста новости при помощи UDS-AE. И вы знаете, что туда пишут? Там скидка 10%, сезонное меню. То есть вот, наверное, это как бы наш косяк, что мы здесь написали. Напишите пару слов. Пожалуйста, тоже. Если вы хотите получить текст, который действительно решает проблему вашего бизнеса, то сформулируйте, что вы хотите получить от него. Если вы хотите рассказать про реферальную систему и рекомендации, напишите более подробно, на чем вы хотите сфокусировать внимание. А UDS-AE более… UDS-AE уже профессионально напишет про этот текст, как это сделал бы копирайтер. Вы же, когда к копирайтеру приходите, вы же ему тоже не два слова скидываете. Вы ему говорите, ну вот напиши, пожалуйста, вот мне пост про то, что… Давайте так напишем, кстати. Представим, что мы общаемся с копирайтерами, посмотрим, как у нас UDS-AE на это среагирует. Напиши пост для клиентов о том, что летнее кафе «Штабик» закрывается на зимний период. К нам можно прийти до 30 сентября, чтобы поужинать в компании с друзьями в нашей уютной обстановке. Я сейчас, конечно, начинаю уже писать текст, но в целом я все равно другому-другому говорю, что я хочу вообще получить. Последний день я сейчас фантазирую. Скидка 10% на все меню. Скоро расскажем новости про прощальную вечеринку. Смотрим, что у нас получилось в итоге. Дорогие друзья, с сожалению, сообщаем, что летний кафе «Штабик» закрывается на зимний период. У вас есть возможность садиться с нашими угощениями. Последний день работы с самым сервером. Мы предлагаем вам специально ускорить 10% на все меню. Не упустите шанс порадать себе и своих близких. То есть как бы в целом ничего нового он не написал. Он правильно скомбоновал то, что у меня есть, добавил туда нужные слова, знаки запятой. Он все это правильно поделил на абзацы. Для меня максимально важно здесь то, что он не придумал ничего, чего не будет на самом деле. Давайте попробуем сделать что-нибудь более абстрактное. Напиши продающий пост о том, что можно приводить друзей в кафе и получать 200 рублей за каждого друга. Смотрим, что получится. Внимание, друзья! У нас для вас отличная новость. Смотрите, он уже эмодзики добавил. Пригласите своих друзей в наши кафе. Получайте 200 рублей за каждого определенного друга. Это просто. Приходите к нам с компанией, создайте вкусную еду и приятную насуера. За каждого друга, который делает заказ, вы получите денежные вознаграждения. Делим на два. Все-таки нужно смотреть. Денежные вознаграждения мы меняем за вознаграждение баллами. Но в целом, смотрите, из одного предложения фактически мы получили продающий текст. Обращаю внимание на то, что вот такую задачу сейчас предприниматели пытаются решить тем, что они пишут реферальную систему сюда в текст для генерации. Это не будет работать. Напишите так, как будто бы вы даете задачу копирайтеру. И тогда у вас действительно получится результат, который вас устроит, который решает конкретно вашу бизнес-задачу. Так, давайте посмотрим, может быть, сейчас какие-то вопросы появились. Карл, эта работа мгновенно. Спасибо. Так, я создавала текст про мастер-класс по Смоле божественно. Я была предназначена, что я использую знаки приопинания в тексте, GPT не ставят. Так, возможно ли надиктовывать текст? Вообще идея очень интересная. Я думаю, что если, ну точнее не если, а когда UDS AI появится у нас в мобильном приложении UDS Business, то в этом случае мы добавим кнопку надиктовать текст. Идея-то очень интересная на самом деле. Я ее запишу обязательно сейчас. И я думаю, что мы к этому вернемся. Классно, спасибо за идею. У меня в UDS Business в этой версии нету такой функции UDS AI. Удивляется Игорь Иванович Ковалев. Если вы говорите про мобильное приложение, то она, эта кнопочка появится в ближайших обновлениях при создании новости. Пока этой кнопочки действительно нет, она доступна только в браузерной версии UDS Business. Включили везде, во всех городах, для всех клиентов на тарифе PRO. Если, может быть, у вас тариф Lite, то там этой кнопки не будет, к сожалению. Также, может быть, вы пользуетесь учетной записью менеджера, и там тоже пока не появилась эта кнопка. Но в ближайших обновлениях мы сделаем так, что если вы даете менеджеру доступ к разделу новости, даете доступ на создание новостей, то у вашего менеджера тоже будет возможность эти тексты генерировать. Так, вроде бы на все вопросы я ответил. Давайте пойдем дальше, посмотрим, что еще у нас тут есть. Перехожу опять к демонстрации экрана. Надеюсь, что вы все видите. И мы с вами идем дальше. Где еще можно прямо сейчас использовать наш с вами искусственный интеллект? У нас есть с вами замечательный функционал оценки и отзыва, и у нас есть функционал автоответ. Мы знаем, что многие им пользуются. Не всегда использование автоответов оправдано. Если вы тот самый собственник, который прямо вот горит качественным продуктом, и вы готовы лично мониторить все отзывы и лично отвечать, то, конечно, вам этот функционал не нужен. Это прекрасно. Делайте сами обязательно. Пишите сами ответы на все отзывы. Если вы не готовы это делать, это тоже нормально вполне. В этом случае, если вы не готовы делать сами делегировать, надо использовать автоответ на оценку, чтобы у вашего клиента была обратная связь. То, что он поставил 5 звезд, или он написал какой-то негативный отзыв. Сталкиваемся постоянно с, наверное, многие партнеры, которые здесь присутствуют, меня поддержат. Настраиваем консоль предпринимателя. Месяцами предприниматель, мы говорим, ну вот, давай здесь напишемся, что ты будешь говорить клиентам, которые поставили тебе 5 звезд. Ну, спасибо, скажу, давай что-нибудь напишем. А что написать? А что обычно пишут? Я не знаю. Вот, это такая повсеместная история. Опять-таки у нас есть такой вот текстовый барьер. Мы не умеем писать тексты, и здесь вот UDS-AE нам поможет. Нажимаем на кнопочку. Вот, UDS-AE предупреждаю, что для генерации доступно еще 94 запроса. Зачем это нужно? Может быть, кто-нибудь особо увлечется и будет 10 раз нажимать в обратной связи на кнопочку создать, и у него, в общем-то, все запросы потратятся. Предупредили, что есть только 94 запроса, нажимаем на кнопочку создать. И создается текст по нашему запросу. Уважаемый клиент, спасибо большое за ваш положительный отзыв. Мы очень рады, что вам понравилось наше кафе «Штабик». Ваша поддержка невероятно важна для нас. Не забудьте поделиться ссылкой с друзьями. За это вы получите 200 баллов, которые можно использовать при следующем визите. Если у вас будет возможность, мы будем признать, если вы оставите хороший отзыв о нас на Ядекс-картах Google Maps или 2GIS. Что, в общем-то, здесь происходит? UDS-AI обучен на всех отзывах, которые были, которые настраиваются предпринимателям. Мы понимаем, что все предприниматели благодарят, что предприниматели все, ну не все, но очень часто предприниматели призывают оставлять отзыв еще и на Яндекс-картах Google Maps и 2GIS. При этом UDS-AI не знает, к сожалению, ссылок на вот эти вот ваши карты. Поэтому, пожалуйста, вот UDS-AI сгенерировал вам текст. Не поленитесь зайти в 2GIS, копировать ссылочку и сюда вставить. Это действительно увеличит конверсию в то, что вам будут оставлять отзывы на карты. Также UDS-AI увидел, что есть реферальное вознаграждение в этой компании и написал здесь тоже, что не забудьте поделиться ссылкой с друзьями, за это вы получите 200 баллов, которые можно использовать при следующем визите. С теплом владелец компании штаба. Если мы генерируем текст для не очень хорошей оценки, соответственно, тональность текста будет другая и будут другие тезисы здесь. Нам очень жаль слышать о вашем негативном опыте в нашем кафе. Мы ценим ваше мнение, обязательно примем меры для устранения недостатков. Ваши отзывы помогут нам стать лучше. Мы стремимся создать уютное пространство для всех. Ваш отзыв очень важен для нас. Совершенно прекрасно то, что при генерации текста UDS-AI используют информацию о компании. Например, штабик, это действительно мы пытались создавать уютное пространство для всех. И я действительно сейчас приятно удивлен, что в отзыве содержится фокус именно на то, что наше кафе – это именно пространство для того, чтобы там уютно было проводить время. С какой мы обратной связью столкнулись и думаем сейчас о том, как это переработать, не всегда текст удовлетворяет. То есть, например, я сгенерировал текст про оценку 3, и мне хочется что-то поменять. Я, например, говорю, мне все нравится, но сделать так, чтобы здесь было меньше слов-клише. И акцентирую внимание на то, что за хороший отзыв на Яндекс.Картах мы дарим какой-нибудь сертификат 100 рублей. Об этом система не знает, поэтому об этом лучше рассказать. Мы получили такую обратную связь. Мы сейчас думаем, как мы можем это сделать. Возможно, в будущем у нас появится в таких окошечках какое-нибудь дополнительное поле. Что поменять? Переделать так, чтобы здесь появилось еще что-нибудь такое. Это тоже хорошая обратная связь. Если вам есть что добавить, если у вас есть предложение о том, как нам улучшить UDS-AI, вы можете написать прямо сейчас в чат, мы это обсудим. И также обязательно пишите нам в форум обратной связи, пишите нам в техническую поддержку. Все эти отзывы действительно влияют на то, как развивается продукт дальше. Кроме… А, ну и по обратной связи, конечно, хочется сделать в перспективе так, чтобы автоответы были разные, они генерировались на лету. Нам тоже об этом пишут предприниматели. Так или иначе, отзывы… Ну, как бы не будем этого скрывать, скажем честно, что если у нас есть какой-то клиент-постоянник, и он постоянно к нам ходит и оценивает нас на 5 звезд, когда ему в четвертый раз приходит один и тот же текст, наверное, он такой… Кажется, я начинаю догадываться, что это не Василий Иванов мне пишет и не девочка-менеджер, а это какая-то автоматическая штука. И, конечно, хочется в перспективе сделать инструмент, который будет на лету генерировать ответ на отзыв, и этот ответ на отзыв будет действительно учитывать текст, который прислали. Мы сейчас анализируем, насколько это возможно, сколько это дорого, и самое главное, насколько это надежно с точки зрения семантики. То есть мы видим все еще, что сгенерируемый какой-то текст, например, и нам приходится парочку слов и понятий все равно руками отредактировать. В случае, если оценки на отзывы, ответы на отзывы будут отправляться на лету, такой возможности не будет. Когда мы ответим на эти вопросы, сможем найти решение, то я надеюсь, что в обозримом будущем такое тоже обновление у нас появится, и можно будет оценки на отзывы генерировать на лету. Если есть что добавить, обязательно пишите в чатик. А мы пока пойдем посмотрим еще одну прекрасную возможность. У нас в программе лояльности есть прекрасная функция. Это баллы и сертификаты к дню рождения. Кстати, в последнем вновлении приложения у нас появилась яркая такая плашечка на странице компаний в приложении, которая рассказывает клиенту, какие конкретно у вас баллы или сертификаты настроены как подарок на день рождения клиента. Здесь, в общем-то, тоже в полях мы сталкиваемся с проблемой, что вот, чтобы принимать ее сложно, то есть он тоже, а что мне написать, а что туда пишут обычно, а я не знаю, там счастье, здоровье. И, соответственно, теперь, в общем-то, думать не надо, и UDSI просто по нажатию на кнопочку смотрит размер вознаграждения, смотрит тип вашего бизнеса и генерирует поздравления. Как подарок от нашего уютного кафе «Штабик» мы дарим вам 300 баллов, используйте их, чтобы насладиться вкусным завтраком, чашечкой ароматного кофе или китайского чая в нашем уникальном пространстве. Мы надеемся, что в «Штабике» вы найдете не только вкусную еду, но и атмосферу, наполненную теплом и уютом. Вот опять-таки совершенно прекрасно здесь, да, что в поздравлении используется именно контекст о том, что из себя представляет мое заведение, потому что правильно описано это заведение. Пожалуйста, не забывайте оставлять информацию в вашем заведении в аннотации, в описании. Это очень важно не только для ваших клиентов, но и для того, чтобы наши умные инструменты в будущем правильно генерировали вам все тексты. Какая еще обратная связь к нам поступала? UDSI совершенно прекрасные тексты пишет, но иногда у бренда есть определенный tone of voice, то есть это то, как бренд взаимодействует с клиентом. Бывает, что есть какой-то премиальный бренд, например, и он хочет общаться довольно официально, да, торжественно как-то со своими клиентами. Есть бренды молодежные, зумерские какие-нибудь магазинчики, там какой-нибудь магазин на Вайпе, например, в Кирове, по-моему, такой магазин есть. У него аудитория зумера, вот он, наверное, будет общаться с своими клиентами игриво как-то с использованием вот молодежного санкета какого-то. На самом деле таких вариантов tone of voice их не очень много, и в перспективе мы хотим сделать так, чтобы при генерации текста предприниматель мог выбрать, а как он хочет общаться с клиентами. Я хочу сгенерировать какое-то, не знаю, кокетливо-игривое, например, кокетливо-игривое обращение к своему клиенту, поздравляю с днем рождения, или я хочу использовать какое-нибудь такое понебратское, а может быть я хочу официозное сделать. И каким-то образом сохранять для компании вот этот tone of voice, то, как мы общаемся с клиентами, и в дальнейшем все тексты, которые будут генерироваться, они будут генерироваться уже вот в этом ключе, с этой интонацией. Мы верим, что это действительно повышает конверсию в эффективность вот этих вот всех коммуникаций. И, наверное, ЮНЕСА и будет еще более точный текст отдавать действительно. Так, вроде бы мы все вам показали, что тут еще есть. Еще есть сертификат на день рождения. Здесь, в общем-то, работает сертификат на день рождения. Также в поле для описания у нас также появляется кнопочка «Создать текст UDS AI». Аналогично совершенно генерируется текст для создания сертификата. Я хочу акцентировать внимание на некоторых моментах, которые касаются других стран. нам поступали вопросы о том, что, почему, например, я нахожусь в Узбекистане, а UDS AI создает мне текст на русском языке. Ответ очень простой. Сейчас UDS AI создает текст на том языке, на котором работает ваша консоль предпринимателя. У нас есть системные настройки. Если мы сюда зайдем, здесь есть простая настройка «Язык системы». Если мы с вами поменяем текст на румынский, казахский, португальский, монгольский, то текст будет генерироваться на соответствующем языке. И поэтому обратите на это внимание. Если вы хотите создавать контент на определенном языке, поменяйте язык консоли предпринимателя. Надо сказать, что эта проблема актуальна прежде всего для ближнего зарубежья, где у нас большие русскоговорящие теаспоры, русскоговорящие предприниматели, которые пользуются консоли предпринимателя на определенном языке, но при этом хотят генерировать текст на другом языке. В ближайших обновлениях у компаний из других стран появится настройка выбора текста. То есть, когда вы будете генерировать текст, там будет ползунок «Я хочу на русском», «Я хочу на латышском языке», «Я хочу на чешском языке». И, соответственно, у вас будет возможность выбрать язык, на котором вы хотите сформулировать запрос. Так, давайте поотвечаем немножко на вопрос, и потом пойдем дальше. Так, я отматываю чуть назад, чтобы не потерять контекст всех вопросов. Все, кайф, юзаю вовсю, еще бы картинки он выдавал, и вообще пушка бомба. Вот по картинкам на самом деле сложно, и по картинкам мнения очень неоднозначны. Сейчас алгоритм генерации картинок, они, конечно, постоянно развиваются, они становятся все круче и круче, но, к сожалению, у нас уже появляется какая-то такая надсмотренность, и мы всегда понимаем, что эта картинка не настоящая. И что эта картинка сгенерирована искусственным интеллектом. И мы такие, хе, опять, вот, в общем. Вот особенно, кстати, у музыкантов, прямо вообще, это такой антитренд пошел, то, что вот люди генерируют обложки для альбомов при помощи искусственного интеллекта. Если три года назад отказался в вау, то сейчас уже думаешь, фу, как уже все вот это вот дело надоело. Если вы показываете продукт, показывать его настоящему, мне кажется, это максимально важно. Если мы поймем, что мы при помощи генерации текста сможем действительно качественно решать проблему предпринимателя, мы, конечно, к этому перейдем и тоже такую возможность запилим. Да, картинки, если возможно, подгружать. Сергей, подскажите, есть это, ну, в перспективе, я ответил на этот вопрос, в общем-то. 100 запросов за какой период, 100 запросов в месяц к UDS, АИ на данный момент вы можете сделать. Хочу нанять репетитора по использованию продукта, где найти, не дружу с компом. Александр, здесь в этом чате прямо сейчас очень много репетиторов по использованию продукта. Я думаю, что вам ответят, оставьте контактный номер. Так, много раз писал о необходимости запрета на оправку от ответа, если клиент оставил текстовый отзыв при оценке качественного обслуживания, иначе получается путаница. Согласен. Такая проблема известна, и я думаю, что мы ее будем решать в ближайшее время. Кто же с этим столкнулся, как пользователь-предприниматель? На лайт-тарифе недоступен АИ, спрашивает Александр Куличенко. Да, на лайт-тарифе АИ недоступен. Это инструмент только для тарифа ПРО. Очень просят салона допили систему записи на процедуры с напоминанием. Это немножко вне контекста нашего сегодняшнего вебинара, но когда-нибудь, возможно, это появится. В ближайших планах на ближайшие месяцы такого такие задачи не запланированы. Хочется, чтобы при автоответстве на негативный отзыв ИИ при формировании автоответа учитывал, написал клиент комментарий к оценке или нет. Вот это вот хорошее предложение. Если мы это не учитываем, то мы обязательно начнем это учитывать. Спасибо, Юлия, за классную такую обратную связь. Александр Белкин. Предложение создать программу обучения по продукту, способно определить уровень подготовки пользователя и по шагам восполнить пробелы в базовой подготовке до уровня хотя бы 3 с плюсом. Вопрос очень интересный и на самом деле он уходит далеко за пределы сегодняшнего вебинара. Проблема грамотности, вовлеченности предпринимателя в использование продукта, стратегическая проблема компании. Мы ищем решение, как нам это сделать. И вообще говоря, искусственный интеллект в будущем, наверное, может помочь это сделать. Мы заглядываем далеко вперед и думаем, что в перспективе, наверное, искусственный интеллект должен помогать делать онбординг для нового клиента. То есть предприниматель приходит эту платформу и, в общем, начинает общаться с каким-то умным ассистентом, который спрашивает, а вообще расскажи про свою компанию. У тебя вообще какая маржинальность, какой у тебя средний чек, у тебя сейчас база есть клиентская какая-то, искусственный интеллект, ассистент, UDSI, например, общается с предпринимателем. И через несколько минут говорит, я все понял, вот я тебе предлагаю вот такие настройки бонусной программы, вот тебе чек-лист, что ты должен сделать в ближайшее время для того, чтобы запуститься. И таким образом мы решим проблему того, что сценарий использования продукта у разных типов бизнеса слишком разный. Фундаментально хочется, чтобы UDSI не просто был какой-то кнопкой, которая генерирует текст. Мы хотим действительно сделать что-то масштабное, мы хотим сделать настоящего полноценного ассистента для предпринимателей. Это амбициозная задача, но это действительно, не буду скрывать то, что мы обсуждаем и то, к чему мы хотим прийти. Я надеюсь, что мы уже в каком-то обозримом будущем сможем к вам прийти с какими-то новостями по этому поводу, планами и обновлениями. Поэтому не забывайте следить за нашими соцсетями и за нашими мероприятиями. Евгений Милош пишет. Мы на Кипре просим возможность видеть пользователей UDS, описание компании, услуг, товаров, сертификатов, поздравлений на том языке, который использует клиент. У нас на острове используются 70% турецкий, 15% по-английски и 15% русский. Мы пишем каждый язык через черточку, но это выглядит не очень красиво и удобно, когда компания уделит этому внимание. Вопрос интересный. В ближайших планах, опять-таки, такого нет, но мы понимаем, что запрос на это есть. В будущем, наверное, мы это сделаем все-таки. Когда мы это сделаем, я сказать не могу, но я вот тоже сейчас фиксирую прям отдельно ваше обращение, чтобы подумать, как это сделать побыстрее, может быть эффективнее. Так, Эльвира Горбунова пишет. Сдала АИ. Поздравление с днем рождения. Но более 500 знаков не принимает. 638 знаков получилось, а обмечаем столько 500. Что делать? Ну, что-нибудь придется сократить и удалить. Вы знаете, такая же ситуация у меня произошла на UDSD. Я в прямом эфире создаю поздравление с днем рождения, оно не помещается. Я говорю, как так, ребята, давайте поправим. Но специфика вот этих генеративных моделей в том, что вот если мы сдаем такие ограничения, то это может сильно сказаться на качестве. Мы действительно пробовали ограничить, и получается хуже. То есть поздравление будет не таким классным. Лучше пусть UDSI сгенерирует вам текст подлиннее, а вы уже руками просто сократите его до нужной длины. Поэтому пока решили оставить в таком вот ручном режиме. Александр пишет, если мы консоль заполним на русском, потом переведем настройки на узбекский, к примеру, текст в описаниях и так далее тоже сменится, и будет ли он читабельным, правильно, понятным для пользователей. Язык консоли не влияет на тексты, которые видит ваш клиент. Вот это, в общем-то, то, о чем Евгений Милош писал. Это просто язык системы, и на данный момент он влияет на генерацию текста. В ближайшее время, может быть, выбрать язык для того, чтобы сгенерировать текст от поздравления новости товара на нужном языке. Татьяна Наследова пишет, что поменяла язык консоли на чешский, и все пишет круто и грамота на чешском языке. Круто. Вот это вот то, чем действительно прямо сейчас я горжусь. Классно, что UDS, а их глобальный продукт, он классно работает на всех языках. У многих клиентов как раз проблема с картинками вставляет не по размеру, низкого качества и так далее. Проблема интересная, потому что проблема, которую Евгений и вы описали, она касается не генерации картинок, она касается качества и пропорций. И если в таком ключе посмотреть на проблему, то, наверное, ее решение имеет место быть. Я сейчас запишу этот вопрос, мы тоже с ребятами поговорим, как, может быть, мы можем на это повлиять. Вопрос очень хороший, интересный. Артур Акопян пишет, что в описании компании планируете добавить АЕ, у предпринимателя возникают трудности с продающим описанием. Да, буквально на прошлой неделе мы обсуждали этот момент, потому что смотрим иногда почему, в общем-то, плохо продает, плохо генерируется описание новостей, оптоответов, поздравлений. Человек говорит, у меня же вообще-то стоматологическая клиника, а мне генерируется описание, как будто у меня вообще там другие товары и услуги. Думаю, так, наверное, какая-то ошибка. Мы идем смотреть описание, на которое UDS и ориентируются, и понимаем, что одно предложение всего лишь, которое дублирует практически аннотацию и название компании. Конечно, если мы хотим, чтобы генерировались хорошо тексты, нам нужно, чтобы искусственный интеллект знал о вашей компании как можно больше. Мы обсуждаем кнопку добавления, кнопку генерации текста и в поле описания компании, но надо понимать, что там тоже это не будет работать по кнопке. Вы должны все-таки написать, пусть как-нибудь коряво, искусственному интеллекту о чем, в общем-то, вашей компании, чем вы занимаетесь, почему надо выбрать именно вас, а не кого-то другого. Если вы сможете описать структурированно искусственному интеллекту, что вы хотите, чтобы клиент о вас видел и думал, то результат будет классный. Если такой запрос есть, давайте мы это тоже сделаем, добавим кнопку генерации описания компании. Спасибо за предложение. Тоже фиксирую в отдельный списочек себе все сейчас. Так, предложение. Когда прикрепляешь ссылку в тексте, как сделать, чтобы она синим цветом выделялась, тогда она заметна и люди понимают, что ссылка живая, на нее можно крикнуть. Вообще ссылки раскрашиваются, если где-то они не раскрашиваются синим, пришлите, пожалуйста, картиночку, как это выглядит, и мы сделаем, чтобы она выглядела как ссылка. Сергей, появится ли в графе единиц измерения одежда и вещь с автоматически открывающейся размерным рядом? Сейчас такой задачи в планах нет, пока такого не будет. Эльфиры Горбуновых. В каком редакторе подбирать правильный размер картинок? Тоже такая же проблема с картинками. В принципе, в любом графическом редакторе. Когда вы загружаете картинку в какой-нибудь раздел UDS, то там есть рекомендации к разрешению. Вы можете в любом графическом редакторе, я, например, использую FIGMO, можете там задать размер изображения, в котором вам нужно, и там, в общем-то, в этот квадратик-прямоугольник писать ваши фотографии и корректно обрезать. Так, давайте посмотрим, какие еще есть вопросы. Скажите, пожалуйста, с чего начать использование AI? Шоурум женской одежды в город Урай. Население 40-50 тысяч. Спасибо, вы лучшие. Спасибо, Юрий, очень приятно слышать. Наверное, для вас актуально будет описание товаров, если у вас нет. В принципе, не знаю. Наверное, я бы начал с настроек все-таки. Если у вас не настроен еще поздравление с днем рождения и автоответ, наверное, надо пойти туда. Потом уже использовать UDS по необходимости. Не нравится вам описание какого-то товара вашего? Не знаю, насколько у вас большая линейка одежды представлена. И вот какое-то конкретное описание докрутить. Можно, например, его дать искусственному интеллекту и попросить его сделать по-другому, отцитировать внимание на какие-то моменты. И при помощи искусственного интеллекта улучшать описание товаров, генерировать описание акций и новостей. В принципе, все, что мы сегодня с вами проговорили и сделали. Есть ли мануал, пошаговая инструкция на запуск АИ? У нас есть статья в нашем блоге. Бизнес – это про деньги. И, в общем-то, когда вы заходите в окошечко генерации текста, там есть тоже ссылочка на статью. Там есть кнопочка «Подробнее» в окошке. Вы можете на нее нажать и попадете в статью, которая описывает, как работает UDS-AI. Можно ли вернуть в мобильную версию отправления пушек? Да, у нас была проблема с тем, что в результате обновления эта кнопочка пропала, выпущены исправления. И прямо сейчас в App Store Play Market можете скачать актуальную версию предложения, где эта проблема уже исправлена. Так что, Наталья Александровна Бокаева, пожалуйста, обновитесь. Максим пишет. Хотел бы узнать как раз по ссылкам в тексте, есть ли возможность привязывать ссылки к тексту для клика клиентам в сообщении. Чтобы ссылка не была такой длинной, вот, ссылки к тексту привязывать можно. Сокращателя ссылок встроенного в UDS нет, но есть огромное количество других сервисов, которые решают эту задачу. Поэтому сокращайте ссылку где-нибудь еще, и потом короткую ссылку вставляете уже в текст новости, сообщения, товары и так далее. По отзывам сделайте варианты, например, 3, где они чередуются при отправке автоответа клиенту на оценку 5. Хорошее предложение, записываю, обязательно подумаем об этом. Возможно ли в сообщении, например, на день рождения, обращение по имени клиента в автоматическом поздравлении? Вы знаете, мы думали об этом, но если внимательно посмотреть на клиентские базы предпринимателей, напишите, может быть, у вас тоже такая проблема была. Мы видим клиентов, которые при регистрации в приложение, к сожалению, пишут ненастоящие имена. И что там только нет вообще, там какие-то совершенно разные слова, при этом бывают даже какие-то, ну, не очень, может быть, они не оскорбительные, но если человека назвать таким словом, там, не знаю, словом «конь», например, это же будет неправильно, когда мы человека поздравляем с днем рождения «конь», а у него в профиле действительно написано там «конь тугезый», представляете? Мы действительно планировали такое сделать, но когда мы увидели, что из этого получается, мы решили это делать, потому что потенциальный негатив, который словит предприниматель, и который словит наша компания, он будет выше, чем польза, которую принесет обновление. Дмитрий пишет, зато будет повод сменить имя в приложение, но вот не знаю, мне кажется, что будет повод удалить приложение после такого оскорбления. К сожалению, фокус у нашего пользователя не такой длинный. Так, вижу, что еще появились какие-то комментарии и вопросы. Может для описания создать чек-лист с вопросами, чем занимаетесь, чем лучше, чем гордитесь, как обращаетесь к покупателям на «ты» или на «вы», как называть покупателей. Да, это очень хорошее предложение. Мы действительно думали о том, чтобы предприниматели спрашивать об этом и, в общем-то, это использовать для последующей генерации каких-то текстов. Так, вроде бы мы с вами проговорили все вопросы, ответили на все вопросы, которые у вас были. Я хотел напоследок рассказать про планы на будущее. Еще раз хочется сказать то, что это еще не все. То есть это было первое обновление, и мы, конечно, будем работать над развитием умных инструментов в UDS. И мы очень надеемся на вашу помощь. Пожалуйста, пишите нам. Вы можете писать в форму обратной связи, писать на support, можете писать мне в соцсетях в личку, какие задачи из вашей предпринимательской рутины, задачи ваших клиентов было бы круто решать при помощи искусственного интеллекта. Потому что мы действительно здесь открыты, мы готовы выделять ресурсы на то, чтобы это направление развивать. Помогите нам, пожалуйста. Так, что мы планируем сделать? Как я уже говорил, в ближайшее время для компаний не из России появится возможность выбрать язык в генерации текста. Появится кнопочка генерации текста новости в мобильном приложении UDS Business. Мы планируем добавить более точную настройку, в каком стиле и в каком настроении, в каком tone of voice нужно генерировать какой-то текст для коммуникации, текст новости, текст товара. И в перспективе хочется решать не только задачи создания текста для предпринимателей, но и какие-то более сложные истории. Например, настройка бонусной программы за предпринимателем, решение ответа на вопросы предпринимателей. Мы знаем, что продукт у нас действительно за 10 лет стал большим и непростым, и многие предприниматели не всегда понимают, как это использовать. И куда вообще, в какой раздел идти, чтобы себе новых клиентов найти. А что мне сделать, чтобы клиенты ко мне возвращались? Куда вот? Не всегда понятно, что надо идти в сертификаты. Например, создавать сертификаты и делать какую-то настройку. Хочется, чтобы был ассистент, который мог отвечать на вопросы и направлять клиента на какой-то определенный функционал, который ему нужен. Задача очень глобально амбициозная, но я верю, и команда верит в то, что мы в обозримом будущем сможем дать инструменты, которые будут решать эту проблему. Мы над этим уже работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время сможем к вам прийти с обновлением. Так, вижу, что появились еще какие-то вопросы. Вопрос. Так, Сергей, можно ли сделать так, чтобы бизнес не был привязан к определенному городу? Можно ли добавить раздел, чтобы люди вводили город, в котором живут при регистрации? Вопрос очень хороший, я их тоже запишу. Отвечу коротко, что в ближайшее время обновления таких не планируется, но проблема ясна, и мы будем думать, что можем быстрее и дешевле решения этих проблем дойти. Будет ли важна часть компании ответом, ботом автоответчика до того, как мы возьмем в работу обратную связь? Если я правильно вас понял, в ответ на отзыв должно быть направлено спасибо за вашу обратную связь, мы ее получили. В течение 12 часов собственная компания прочитает и ответит. В принципе, крутая история. Может быть, действительно, мы такое тоже делаем. Спасибо за ваше предложение. В разделе новости ссылка не выделяется синим цветом. Как сделать? Она не выделяется в мобильном приложении или в каком месте? Может быть, когда вы публикуете, она действительно станет синей. В целом, как мне кажется, уважаемые клиенты, уважаемые предприниматели, мы с вами проговорили все важные моменты, которые прямо сейчас нужно знать по UDSI, и как будто мы ответили на все вопросы, которые прямо сейчас есть по этому функционалу. Я очень надеюсь, что это было полезно, и я очень надеюсь, что теперь вы станете более активно и уверенно использовать наш функционал. Я очень надеюсь, что вы будете писать более понятные и подробные запросы к искусственному интеллекту, так как вы общаетесь, например, с копирайтером. Напиши мне, пожалуйста, вот это, 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 и чтобы это было вот так, вот, и тогда искусственный интеллект будет делать прямо то, что вам нужно. Благодарю вас за внимание, благодарю вас за использование UDSI, очень приятно, когда новые предприниматели появляются. Так классно, когда они еще пользуются продуктом, так прямо вообще. Желаем вам новых прибыли и больших, новых клиентов, пусть все у вас будет хорошо. Спасибо большое за сегодняшний вебинар. До свидания.